Продолжение следует... Народная газета предлагает разобраться, как отличить прорывные или перспективные технологии от ярко упакованных маркетологами, но бесполезных по сути новинок. Рубрика «Техногид» рассказывает, что сегодня изобретение множится с дикой скоростью и мир стремительно меняется. Россия, как обычно, хочет быть впереди планеты всей недаром. В нашей стране 2021 год объявлен годом науки и технологий. В тренд выбиваются ткани, антисептик, умные пинетки, компьютерная мышь, следящая за человеком, личинки, роботы, одежда-шприц. Это швейцарское изобретение, которое в виде ткани может доставлять в организм пациента нужное лекарство, не причиняя ему никакого дискомфорта. Еще одно интересное решение предстает в виде сладкого градусника. Известно, что уговорить ребенка несколько минут подержать градусник под мышкой порой непросто. Проблему предлагают решить с помощью термометра леденца. Он выглядит, как конфета на палочке. А также всевидящие очки, позволяющие видеть настроение человека и заболевания, от которых он страдает. Прибор определяет внутренние травмы, меряет пульсы давления. Кроме того, теперь дальтоники, благодаря гаджету, смогут увидеть мир в цвете. В июльском номере регионального детского журнала «Симбик» можно узнать, как общаются слоны. Оказывается, что делают они это с помощью ног. Дело в том, что топая ногами, слоны создают сильную вибрацию, которая ощущается на расстоянии более 30 километров. Зачем животным хвост? Ответ очень прост. К примеру, лиса использует свой хвост как одеяло. Зимой в снегу она сворачивается калачиком, а хвостом прикрывает нос, чтобы он не замерз. А вот коровкам и лошадкам хвост помогает летом отбиваться от мух, слепней, комаров и оводов. То есть служит мухопойкой. Рубрика «Любознайки» делится интересными фактами человеческого языка. Язык – это единственная мышца в теле человека, которая не привязана ни к одной кости скелета. На языке взрослого находится около 8 тысяч вкусовых сосочков, и он не может воспринимать вкус пищи, когда сух. А вот если вы любите показывать язык, поезжайте тогда в Тибет. Там такой жест никого не обидит. Высунутый язык у местных народов означает приветствие и доброе расположение духа хозяина. Рубрика «Природа слова» рассказывает о фразеологизмах. Покупать кота в мешке, что означает доверившись словам продавца, приобрести товар, о качестве которого ничего не знаешь. Продавец может расписать товар красивыми словами, но сам товар не показать. Так в старину недобросовестные торговцы обманывали купцов, продавая вместо поросенка или барашка кота в мешке. А вот ироническое сочетание «заливаться соловьем» означает говорить красноречиво, увлекаясь своей речью, чтобы произвести впечатление на других своим умом и способностями. Однако такая речь, как правило, создает у слушателей впечатление пустоты в содержании. К национальным изданиям. Газета «Канаж» рассказывает о чувашском шаляпине. Именно так называют прекрасного исполнителя народных песен и романцев Владимира Петровича Сорокина. 24 июля ему исполняется 80 лет. По профессии он строитель-инженер, всю жизнь проработал в главу Ульяновск строя, но более 35 лет радует слушателей своим баритоном со сцены. Он и сегодня поет в его репертуаре не только чувашские, но и русские, мордовские и татарские песни. На страницах мордовского издания «Елгат» Мария Завгородняя рассказывает историю происхождения Мордвы. Среди финно-угорских народов России самым многочисленным является именно Мордва. Это коренной этнос Восточной Европы, имеющий сложную и богатую историю, до наших дней хранящую самобытные культурные элементы. Назвать Мордву однородным племенем было бы в корне неправильно. В этом и заключается уникальность народа. Он разделен на два ярко выраженных и сформированных направления народности – Мокша и Эрзя. Такое раздвоение порождает массу вопросов, точные ответы на которые исследователи и сегодня не могут дать. Аня Смирнова рассказала об акции «Безопасное лето». 16 июля работники культуры и шеевки решили присоединиться ко дню рисования на асфальте, который отмечается в России в этой, на которой исследователи для того, чтобы отлечься от повседневной суеты и вспомнить детство, в котором каждый пробовал себя в качестве художника. В этот праздник все желающие выходят на улицы и площади, чтобы рисовать мелками или красками. Обозреватель старомайнских известий Наталья Алешина разузнала, чем покормить садовые растения. Июль – макушка лета. Для старомайнских огородников основными заботами в этом месяце является полив и подкормка растений. Также по советам садоводов в июле рекомендуют посев овощных культур, зеленых, овощных многолетников, репы, зимние редьки и так далее, подвязывание, прищипку или посынкование огурцов и томатов, прореживание огородных посадок, регулярное удаление сорняков, рыхление грядок, мульчирование почвы, уборку первых урожаев. Еще июль – это любимый месяц всех цветоводов. Ведь именно сейчас клумбы, бордюры, работки и миксбордеры радуют глаз ярким сочетанием красок. В связи с этим внушительный объем работы на цветнике в июле направлен на уход за представителями мира декоративной флоры и создание для них наиболее комфортных условиях. В гостях у районной газеты «Новое время» побывали школьники базарно-сосганской образовательной организации «Номер один». Сотрудники редакции рассказали ребятам о том, как создается газета с самого первого шага. Дети заинтересовались процессом верстки газетных полос, а еще узнали о том, что каждый, обладающий каким-либо творческим потенциалом, может поделиться им с читателями на страницах «Нового времени». Вырезки раздела «Вкусное лето» рассказывают, как сделать варенье пятиминутку из черной смородины и малосольные огурчики на минеральной воде. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Центральные новости издания – стартующие летние Олимпийские игры в Токио. Впервые в региональной истории на Олимпийских играх выступят сразу четыре представительницы сборной Ульяновской области. Это мастер спорта Варвара Баранова, гребля на байдарках и каное, мастер спорта международного класса Светлана Салуянова – бокс, мастер спорта международного класса Анна Подкопаева – волейбол и мастер спорта международного класса Кристина Соболь – тяжелая атлетика. Пожелаем нашим девушкам спортивного духа, успеха и надеемся увидеть их дома с золотом. Информационный портал «Медиа-73» рассказывает, как 16 июля на территории областной библиотеки для детей и юношества имени Аксакова состоялось торжественное открытие фестиваля ландшафтного дизайна «Аленький цветочек». Мероприятие приурочено к 230-летию со дня рождения знаменитого симбирского писателя. Специально к этому событию пространство перед учреждением культуры украсили по-новому, теперь оно действительно похоже на цветущую поляну. По словам садовника библиотеки Натальи Елебановой, главным элементом композиции как раз и стал «Аленький цветочек» – вдохновленный эмблемой организации. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах «Улправда.ру» и «Медиа-73». Районные газеты доступны по подписке, городские газеты и журналы можно приобрести в киосках «Роспечати» или также оформить подписку с удобной доставки до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего всхода информационных грядок через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова